Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в ветке. Историческая программа «Сделано в ветке» в эфире. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. По традиции в студии я нахожусь вместе с Евгением Питуниным, историк, краевед, руководителем Музея инженерных наук ВТГУ. Сейчас просто музей. Музей просто. Просто музей наук. Или просто музей ВТГУ. Это часть составляющая общего музея ВТГУ. Ну и президент Вятского ретроклуба. Добрый день, Евгений Альбертович. Добрый день. Весной, уже лето началось, мы все вспоминаем, а бывали когда-то ранее такая холодная весна. Ваш оптимизм, что началось. На вашей памяти есть такие периоды? Да есть. Холодов продолжительный. 79-й год, я пришел из армии 12 июня, а 9 июня цвели яблони на бульваре, и снегом их засыпало. На Октябрьском проспекте? На Октябрьском. Все эти цветущие ветки с цветами были погребены. Сегодня в Москве снег. Так что следует готовиться. Опять будут депутаты Госдумы писать, что это кто-то там, наш неприятель, использует какое-то климатическое оружие. Но это, кстати, ведь не слухи. Действительно, были такие разработки, климатические войны, когда в определенной точке планеты можно устроить нехарактерную совершенно погоду для этого региона, да ведь? Да и в школе бывало раньше, в 70-е годы. Ждешь, ждешь, чтобы навели эпатация. А не улыдумаешь, вот сейчас вот, а там на половину июня. И так обидно, и так горько, что не удалось реализовать свои планы. Ну, кстати, ключевое слово уже Евгений Альбертович произнес. Если вспоминать наши прошлые программы, сделанные вятки, то много из них мы посвятили транспорту разнообразному. Транспорт еще можно охватывать. Начиная с живого, когда-нибудь мы к нему подойдем. Мы говорили об истории общественного транспорта, мотоциклов, такси, личного транспорта, да. А сегодня тоже у нас такая транспортная тема, вполне себе уместная для сегодняшнего времени. Велосипеды. Именно про велосипедные движения мы сегодня хотим поговорить. Замечательная тема. Да, у нас все-таки уже мотосезон стартовал, и велосезон тоже стартовал. Да, что-то это незаметно. Вот я собирался поучаствовать, даже было рвение за месяц, а потом, видимо... В мотосезоне? Да, в велосезоне 27-го был пробег, а то ли непогода была, а то ли я был одет, или в интернете слабо было озвучено, в общем, не удалось. Я бы с удовольствием... Велопробег, вы имеете в виду, поучаствовали бы. Ну, да, он уже позади, но все-таки мы вот сегодня в историю велосипедизации, так сказать, нашего города окунемся. Ну, поехали. Вот сразу же хочу заметить, вы ведь автомобилист, да, сейчас в основном передвигаетесь с рулем автомобиля, вот вас раздражают, снующие велосипедисты. На мотоцикле и на скутере. Ну, пытался на велосипеде прошлым летом, раздобыл я Харьевского завода, спортивный велосипед, вот у гаража катался, ну, это, это, олени по животу стучат, поэтому все-таки и руль, наверное, надо прямой, но ехать могу. Ну, вполне очевидно, что велосипедистов становится в нашем городе все больше и больше, и старый млад, собственно, занимается этим, и вот меня, конечно, очень беспокоит, что многие велосипедисты правила движения нарушают. Да, это всегда было. И переезжают, они не переходят, собственно, переходы пешеходные. Парадоксально, что в 60-е годы, когда машина раз полчаса там ехала по улице, а, да, там редкие грузови, и троллейбусы шелто-синие, и то полно было, особенно летом в ДТП свода, что велосипедист попал под автобус, попал под грузови, то есть это и... Даже несмотря на то, что движение было тогда... Как-то вот чего-то было традиционное. Менее-менее интенсивное, да? Конечно, там же вообще вот... Ну, в историю поехали. Да, Вася, мы с самых истоков с появления... Давайте уж... Такого транспортного средства. ...чего с появления 20-го века. Велосипед, наверное, на Вят и пою. Есть статей, масса статей об истории велодвижения, Вят и спортивного велодвижения, вообще велосипедов. Вот я когда-то приложился еще в газете автомобильной этому делу. Ну, будем считать, что все начало зарождаться в начале 20-го века. Вот что странно, на всех старинных фотографиях Вят, и вот не пытался смотреть, я не нашел велосипеда с большим лесом. Вот этот легендарный паук, который, ну, видимо... Большой, с передней колесой, два маленьких сзади, да? Да, одно маленькое, или два маленьких, которые надо было трогаться со специальной подставы. И вот, может быть, они и были, но вот почему-то в анналах не осталось. Ну, конечно, Вят и видели и в ЦИР это и велосипеды, и вообще вот на фотографиях представляли, видимо, в газетах, что они есть. А в основном велосипеды стали появляться уже довольно традиционные по сути своей. То есть... Вполне приближенные к современным, да? Да, просто у них не было рельеф, меньше было сервиса. Вот, естественно, их не было, переключалось ростей, но это был обычный велосипед, рама, педали, цепь там. Вот. Появлялись они довольно массово. В 1908 году уже числилось где-то от 150 до 200. Это официально зарегистрированных в Вятке. Мотоциклов и при всем населении. Ну, кстати, да, их нужно было официально регистрировать, получать номерной знак. Мы упоминали, да, что первый, один из первых байеров у нас был фотограф. Лобовюков. Он же был велосипедистом и участвовал в велосоревнованиях. То есть, видимо, он поддерживал спортивную форму, а точнее, интересовался всеми новинками. Ну, конечно, консервативная Вятка, она очень-очень негативно относилась к велосипедам. Они в меньшей степени, чем автомобиль у Пца Лапцева или мотоцикл, там, они, но, тем не менее, они пугали лошадей, особенно, когда ездили, рулили плохо лошади. Не знали, что это за чудо-юдо железное. Едет, метались, писали люди жалобы. Вот. И еще был такой второй нюанс. Особенно он касался женщин. То есть, сами понимаете, что, например, для верховой езды в ту пору для женщин было специальное дамское седло на одну сторону, ноги и прочее. Там на нем, ну, теоретически можно было ездить, но я вот не представляю, как бы я в нем ехал. А на велосипеде все-таки немного в другой позиции приходилось ездить. Поэтому уже там в городе Париж разрабатывали шаровары специальные для велосипедной езды. И, да, были буклеты, и это прайсы, цены, это стоит, но представьте себе в Вятке, например, в 908 году даму в шароварах. Ну, это из ряда вон выходящая. Да, и в деревню куда-то, поэтому вот процесс тормозился, и были все разные ухищрения, то есть и это эти, были ремешки, которые могли подвязывать длинную юбку, а вообще считалось неприличным выше ботин юбку поднимать, там это уже считалось неприличным. В общем, женщина на велосипеде была таким явлением весьма негативно оценивающихся. У нас вот яхтклуб, например, он популяризировал и пропагандировал велодвижения, были велопробеги, был знаменитый велопробег, вот он описан у Антона Санова до города Слободского, а до полицей замели всех участников велопробега, не поняв, что это, они с красными лентами приехали, чего хотят, и на обратном пути они урею в Слободском подавили на радостях, там рванули, что их выпустили из полиции. Что-то мне это напоминает, что по любому поводу в участок сейчас в России тащили, летащат и все. Да, это примерно какой год, напомните? 908-10, то есть еще как раз до Октябрьской революции. Это был удел избранных велосипедов он был, до революции это было чудо, чудо-юдо, стоил он от 200 до 400 рублей, когда зарплаты были в двухзначных цифрах, там 20-40 рублей. Но и первые велосипеды у нас все-таки были импортного производства, не было. Не обязательно, например, вот наш завод, нынешний Авито, он когда-то назывался 32-й завод, а еще раньше он назывался завод ДУС, и он производил велепные велосипеды Мар и ДУС, вот можно было упить. Ну, конечно, и был и вторичный рынок, наверное, все это и вятка не такая богатая покупали, Можно было поддерживать, да? Самое интересное, что сейчас где-то в сарае вполне мог там сохраниться один из ранних велосипедов, потому что время от времени они не всплывают, но тем не менее стали ездить, и вятка не осталась в стороне от мирового велодвижения. Вот, ну, 200, 300, 400 человек, это уже немало. Надо было, вы говорили, номера, с одной стороны гоняли и пытались привлечь, чтобы все регистрировали, а надо было сдать экзамен, то есть проехать по прямой, экзамен был в десятые годы двадцатого, ой, надо было проехать по прямой, надо было проехать восьмерку и, значит, скачать с велосипеда, затормозив там, спрыгнуть и не упасть при этом. Выполнился три полицейских, три этих самых городовых мордатых смотрели, а вот кто-то сдает и проходил спецслужбы, там, ЕБДД не было. Потом выдавались бумага о том, что человек прошел испытание, да, оно было на год, всего лишь на год, а потом надо было, вот, что можно было разучиться и... А требования спереди какой-то освещающего устройства тоже, по-моему, было? Не знаю, нет, по-моему, это механическим средством передвижения, на велосипеды не распространялось. Но тем не менее, входили они и в правила дорожного движения наравне с гужевым транспортом, то есть приоритет был пешехода, потом вело и лошадей, а потом уже всех остальных. Слушай, а где ездили-то? Дорог-то ведь толком не было. По-булыжной. Сто лет назад. По-булыжнику. А что, лето, ну, дороги, они были, машин не было, машины не разбивали дороги, а всегда было уютно. Вот я думаю, до Слободского они на пароме переехали, а потом дамбы тоже не было, вот тихонечко, тихонечко. Я однажды в седьмом классе подвиг совершил до Зонихи, но этому мы подойдем. До Слободского они не дотянули пасхаска всего лишь, а там доехали по бездорожью. Конечно, трястись по булыжной улице не Алаевс, а нынешняя Ленина, это, наверное, тут весьма ощутимо. То есть, после езды на велосипеде это много часов, я думаю, в организме последствия этой тряски ощущались. Но охота и познание такого нового вида транспорта, они все-таки держали вверх. Там и Лев Толстой, и позже у Есенина, там, помню, да, уже в 20-е годы, что христианин, знаменитый стих Есенина, христианин задумывается, а что, пытающаяся между... Но и учительница у нас разговор и по правилу это о велосипеде. А мы и не задумывались, мы так и полагали. Тогда, но это уже было в 20-е годы, а велосипеды, конечно, изъяли длину штарми и в Первую мировую войну... И велосипедов это тоже коснулось? Конечно. Как и любой другой... Потому что были целые подразделения, роты велосипедистов, назывались саморачи. Вот служба была нелегкая, тренеров и жест, и оно, тем не менее, в Первую мировую войну использовались. Ну, а потом, конечно, все крутилось, завертелось, но нельзя было отстать и Советскому государству от велодвижения, поэтому в 20-е годы снова начали создаваться велолубы при ОСАВИАХИМ, при их-то там спортивных организациях. Ну, наверное, до Второй мировой войны денег на велосипед не найти. Это уже смотрели на человека. это, я не знаю, вот вертолет, собственно, сегодня имеет, или там яхту с парусами на вет, и вот, наверное, уровень такой был. Роскочу считалось. Роскочу считалось. Ну, были, были, и до войны, конечно, вот даже если смотреть фильмы, где-то в колхозах, там где-то почтальоны на велосипедах, вот я сомневаюсь, что у нас это было сильно распространено, но сказать, что их не было, я не берусь до войны. Вот. Тем более, заводы уже советские производили и Пензенс, и Уральс, и завод, там велосипеды, и Московский завод был, и Минс, и велозавод, то есть страну велосипедами снабжали. Причем на любой возраст уже были рассчитаны велосипеды? На любое, да, практически, и были и детские велосипеды, потому что есть фотографии с велосипедами, но вот наступила Великая Отечественная, и после войны поехали с трофеями. Трофеи на Японию, с фронта. Германия, пришла страна Лимония, сплошная чемоданья. Если чемодан там вез с чем-то и с Родионом рядовой, то, значит, и велосипед тоже мог. Даже иногда выписывали документы, что рядовой или старшина, то, ой, ты от имени полна, награждается велосипедом, что он там не отобран, там, их-то немцев, а вот именно, ну, в принципе, это все равно отобран, просто он уже официально там от имени командовал. Это все массово было? Везли велосипеды? Конечно. Если офицеру дозволялось там мотоцикл, в принципе, ну, не каждому вот там, ну, генералу по чинам и машину было привезти трофейную, это в основном народа. Ордеон велосипед, вот появились трофейные велосипеды, и движение уже начало набирать обороты, а потом, когда все... А в дальнейшем, кстати, можно было выписать велосипед? Помните, мы говорили, что можно было по почте в саму глухую... В марке мотоцикл выписать, в общем-то. Насчет велосипедов не знаю, но, наверное, да, я допускаю, что если по репарациям работала Германия, то можно было... Ну, в общем, не исключено то, что именно именно этот транспортный тоже можно было по почте. Опять же, внимание, еще наш вецописатель Евгений Мельчеов написал, что в 50-е годы он уже пристрастился спортивному велосипеду, то есть Харьев начал производить спортивный, но это все было очень дорого, было не массово, в основном все было в клубах, может, при их-то вузах, техниумах имелись велосипеды. Кстати, многие, наверное, уже и не помнят, что такое спортивный классический советский велосипед. Дойдем, дойдем. Иная форма руля, да? Иная конструкция. Поэтапно мы доберемся. Вот ездили на трофейных велосипедах, ездили на Уралах первых, они были тяжелые, правила черного цвета, машины с широкими, массивными плесами на 26 дюймов, обычная, незащищенная цепь и звездочек, поэтому в основном ходили в сапогах, вот это было нормально на велосипеде, а потом стали уже появились что Нину подворачивать. Ну, тогда и да, мы стали ходить все-таки не в самых длинных юбках, где-то длина достигла Лена, но тем не менее на велосипеде было проблематично, ну, а что тут уже вся эти почтальон и в спецовках, в шароварах, они уже, велосипед был и рабочим транспортом, вот так, к началу 60-х в час пит. А это как-то, простите, это как-то все само собой развивалось или некая пропаганда была, вот смотрите, велосипед для здоровья полезно. Пропаганду и рекламы я особо не встречал, вот где-то попалось только из 50-х годов два молодых человека, они размахивают сберкнижками и было написано, денег, опил велосипед, купил, и оба держатся, и это велосипеды. Пропаганда, социальная реклама, нормальная. Ну, а с чего там студента, откуда у студента деньги на велосипед, вот это более-менее все стало доступно в 60-е годы. А так, чтобы на велосипеде на работу поехать, на учебу? Это было хорошо. Ну, всегда, конечно, у нас чем на ветке, что климат суровый и очень мало месяцев дозволяющих. Это сейчас продвинутые люди, зимой идешь в метель где-то и за граммой тебя велосипедист объезжает. Ну, может быть, раньше это в 60-е, не поняли бы такого. Но летом когда ходил троллейбус там и возил рабочих на Лепсе, на Филейку, там народу было масса, в час пьер, ехали на крыше, на подножках, висели в дверях, то, естественно, полный комфорт, нет транспорта, и утром по прохладе можно было вполне на велосипеде. Вот, куда его девать, парковок не было, привязать, пристегнуть, замков тоже не было. Вот это была проблема. Но еще своровать вполне могли. Да, могли, а что не могли. Оставить без присмотра. это у нас такие люди были с высокими моральными качествами, чтобы не залезть от непривязанного, прислоненного дерева велосипеда в любое время. Ну, зависит от населенного пункта. Я в небольшой деревушке, наверное, бы не воровал. Например, у меня велосипед, но такой, вот я сейчас не помню, то ли он был немец и трофейный, то ли это один из ранних Уралов. Он у меня стоял в Хрущевке между третьим и четвертым этажом все лето на площадке и фактически не было их этих одовых замков, ничего, фактически не было поползновений его. И даже не думали, что как-то же нужно его зафиксировать. Ну, иногда врачали, чё поставил там, ну, баб, это и чё поставил, мешает ходить. Моему упитанному организму мешает там ходить по площадке. Ну, вот масса явлений все-таки стала 60-м годом. Правила тогда уже возникали целые линей и велосипедов на любой шелёк, на любой вкус и на любой возраст. Конечно, вот не было в магазинах этих нелепых педальных резинок или там пластиковых велосипедов. Даже детский велосипед, он был рассчитан на века. То есть, это была сварная металлическая инструкция, железные колеса со спицами. Он был поражен даже не раз этой эмалью. Вот у меня был, это была плавная трубка вот из окна вот формы, полуругом рулем, два задних леса, между ними площадочка, чтобы можно было стоять и педаль и на переднем. Он был неубиваемый. Его, я думаю, что можно было несколько раз выянуть с балкона четвёртого этажа, и с ним бы ничего не случилось. Ну, может, там небольшая восьмёрка. Вот поэтому... Какая судьба его постигла? Где он сейчас? Ездили двором там на нём и по пять, по шесть человек там разгонялись ой-то гор и под гор ой-то пылили. Конечно, их пневмашин там на нём не было. Что было? Металлический опыт? Нет, были литые полёса. Это вот были и детские велосипеды и тогда и во дворе ни у одного меня, а смотришь по старым фотографиям вот в старых хрущёвках-то и полно-полно этих самых детей туда-сюда, на этих вот железных советских велосипедах есть. И даже есть книга, это путеводитель по Ирову пятьдесят восьмого года. Здесь великолепная гравюра, что всегда у нас густонаселённое движение броуновского народа у Нирмага. Тогда ещё новый Нирмаг его называли, который старый на Ленина. И там обязательно, конечно, был мужчина в шляпе, в пальто и со свежеупленным детским трёхполёсным велосипедом. Но не было такого культа. Это в Итая в Итая в шестидесятые годы там считался признак зажиточности. Если ты имеешь, три рутящихся. Рутящийся это был велосипед, это были часы, и это была швейная машина. Швейная машина и часы у нас были. Тогда мы жили богаче. И третий рутящийся велосипед стал просачиваться в нашу жизнь. Но не только в нашу. Это была общемировая практика. Вот даже мечтали не только советские дети о велосипеде в 50-е на грани 60-х лет. И не так давно я читал записи Джона Леннона, который был ещё учеником и школьником, который мечтал о велосипеде. В общем, так как глобальная тенденция. Ему упило велосипед и он не мог на него налюбоваться. Он прямо не отходил от него. Когда он ночью спать, то он положил велосипед спать рядом с собой на кровати. Это Леннон. Ну, что по-то? Ну, я, конечно, спать... Вполне понятно, все были детьми. Вот к нему подойдём сейчас. Я спать не укладывал, но тем не менее я просто на него любовался. И даже когда была ещё не сезон и не погода, я на него залезал. Он стоял прислонённый или немножко сделает кружок несколько метров. Прямо в квартире, Это же внешний вид, блеск, резина свежая ещё пахнет. Хром, свежая. да, у меня... Конечно, я вырос из велосипеда, я учился в первом классе, мне было семь лет. И вот, видимо, учитывая мои просьбы, да и общий настрой, и то, что во дворе там была целая детская банда на велосипедах, то нельзя было отставать и упили мне велосипед школьника красного цвета, пожарная машина, стоил он 21 рубль. Ну, зарплата была 120 рублей, скажем так, где-то нормальная зарплата. Шестую часть зарплаты, собственно, пришлось отбить. Даже вот, если сейчас посмотреть, то это нормально. Для такого уровня велосипеда там была оженная сумочка за сидением с инструментами, там был насос, который... Универсальный ключ, да, вот эти плоские ключи, вот, и состоялся первое, самое сложное, это было, конечно, начать ездить. Это я пытался, а нет, вот еще до этого, интересно, был такой, между детскими и уже двухлесными, был такой легендарный советский велосипед под названием Ветерок. Он был трехлесный, у него рама вот под сидением, она не углом была, она просто тонь и трубочек раз-два, и плавно закрулялась. Он чем отличался, у него-то и же были литые резиновые шины, вот, можно было ездить на трехлесном, это уже степенные подросшие дети, но они мечтали о двухлесном, поэтому можно было снять одно лесо и установить в раму оставшуюся, получался двухлесный, но у него была особенность, у него не было редки, и не было вот этого ольжения, это остановило педали, и велосипед едет, поэтому надо, ты едешь, да, крутишь, 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 поэтому вот у нас был во дворе такой приятель небольшого роста, вот он хотя уже учился в средних классах, у него был ветерок, и он очень бой гонял, но он выдыхался, он пролетал сто метров, и все, уставало, надо было, вот, конечно, двор над ним смеялся, но потом ему купили жарный, уже более такой продвинутый велосипед, вот шел сюда, помнил название Орлена по Парбалтийс и по Эстонс, и это не подскажу, ну да, вот это у него название было написано, он был голубой, тоже с такой же руленой рамой, такой голубого цвета, весь хромированный такой жарный велосипед, ну, а начиналось все, в общем-то, со школьников, вот, в 60-е годы велосипед, велосипедизация происходила потому, что, а, были доступны, да, велосипеды по цене, уже были, б, был неподдельный интерес такой, и это было, где держать, не было опасности, вот такой, что собьет машина, что надо было куда-то ездить по двору, и вот это массовое, в общем, все это способствовало тому, чтобы жители города ездили на велосипедах, да, велосипед это жизнь, чтобы куда-то двигаться, надо двигаться, и остановился, упал. У нас сейчас будет небольшая реклама, Евгений Питунин, именно с ним мы беседуем, о истории велосипедов в нашем городе, продолжим через минуту. программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в ветке. Уверен, что сейчас многие наши слушатели вспоминают свое детство, свои велосипеды. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея ВетГУ, президент Вятского ретроклуба, помогает нам вспоминать об этом, что движемся дальше, 60-е, 70-е. Это все рост плавный, да? Да и сам покажется. Количество велосипедов, велосипедистов. Ну, в стране был даже, ой, это ульт, вот государство всячески и в 60-е годы препятствовало появлению частных машин, но велосипедизации общество способствовало. Был даже какой-то знаменитый фильм 60-е годы про какой-то городок, где все люди тотально ездили на велосипедах. А интрига была в том, что на спортивный велосипед сел какой-то человек, который я бы вообще не умел ездить, и он попал в Уитагон, где весь город гнал на спортивных великах, и он показывал необычайные трюки, то есть по узе жордача там промчался через Реу, там еще, еще, еще. Вот я вот не помню название, но... Отечественный фильм? Отечественный, в том-то и дело. Конечно, многие трюки были взяты уже из прежних импортных имидий, но тем не менее, это был такой захватывающий велосипедный вестерн. Вот, ну и, конечно, вот этап. Давайте отследим железный трехколесный велосипед, без названия, но нейм такой. Потом, если повезет, ведь рох с литыми шинами, с тремя колесами, когда одно убиралось, и получался такой переходной, можно было научиться велосипед школьный. Вот, во дворе у нас было два школьника. Мой красный, и у моего приятеля был желтый. Он был более древний, и поэтому больше был ручной сбор. И, например, даже вот эти алпачки на ниппелях, они были на цепочках там. Ух ты, какой изыск. То есть, он, чтобы не потерялся, он завинчивался. Вот это, кстати, и на ранних советских, вот, уралах и прочих, и на трофейных тоже. И сейчас унифицированы все у нас не пиля под автомобильные, а тогда были велосипедные. Не знаю, они сейчас остались. Они меньше все-таки были. Следующий этап это подростковые велосипеды. Это вот Орленок. Это, в общем, звучало очень по-иностранному. Вот, были дамские велосипеды, хотя юб и уже остановились там до Лена, и вообще в 60-е эпоха Мини наступила, но для женщин все-таки выпускали. Сейчас не удивить, но недавно еще уже было понятие забытое. Теперь все велосипеды, все и рамы, в том числе и дамские, это не перекладина от седла до руля, а плавно там вот это вниз вот были и дамские велосипеды. Вот, подростковые велосипеды был, конечно, Орленок. Он был самый лучший, красивый. Были салюты, они были попроще, они были подешевле, зеленого цвета. Там, как правило, вот этот, ой, ну, чуть побольше школьный велосипед салют. Тоже ездили и эксплуатировали. Ласа до седьмого вполне нормально считалась. Хватало, пока не выросли, да? Ну, ведь там не смотрели. Например, если был в семье взрослый велосипед, а дети были маленькие, то сейчас вот вы не увидите на улице и не представите. Человек, который не достает до седла, мог ездить. Называлось под рамой. Под рамкой, да. У нас даже девочки были, это и две сестры небольшого роста, вот был где-то взрослый велосипед, они умудрялись и загнуться под рамой, ногу просунуть второй педали и вот так вот в изю, и куда-то вот ездили. Там же особым способом еще равновесие надо было умудриться держать, да, чтобы не упасть. Тело-то все равно с одной стороны находится. Уже способствовало этой тяге велосипедом. И я скажу, что вот была у нас, вот мы жили напротив сельхозадемии, тогда сельхозинститут, были деревянные дома, вот прямо напротив наших хрущобок, и вот буквально до улицы Ленина и дальше движения не было, и летом, они, вот едва, вот едва наступала там первое, второе июня, у нас человек там до 10-15 с велосипедами собирались со всего двора, и, конечно, уда, вот под конец лета там, понятно, там ездили, когда в садах зрели там и слые противные сливы, там, и это вечно зеленые яблоки, то уда-то подъезжали к забору, и в Рапиве оставляли все свои 10 велосипедов, и его-нибудь, кто там мог, оставляли на стремя одного стеречь велосипеды, остальные лезли через эти из разных планы, там и жордач заборы были, ездили тырить эти сливы или яблоки, и вот, но я скажу, что вот и так от Али смогли в сад куда-то съездить друг к другу, даже вполне нас на велосипеде отпускали, в средних классах, что я поеду, мы на Вели, ах, на Вели, ах, вот даже говорили тогда, что Британия, это вообще страна, от слова Вели, там ее назвали, на реку, на пляж, собственно, летом тоже гоняли, мы-то не ездили, потому что на пляже и стащить могли, да и по песку, там было довольно проблематично, но на пляжу стояли иногда велосипеды, вопанные в песок, там на них висели элементы одежды, вот у человека, а так вот, польза была не только в том, что мы там получали уэты там спортивную зарядку, начали там мышцы, и учились держать равновесие, а это было довольно сложно, вот я начинал учиться вообще с ящик, вот там стоял у подъезда ящик, даже на своем школьнике, и даже случилось так, что я это, в первое еще, да, плохо ехал и рулил, я сбил, умудрился сбить свою одноклассницу, вот раз между домами она оказалась, и потом уж дядь, ой-то, понес хлопать, верн на плече с этой хлопал, и я вот в него въехал, потому что не сумел затормозить, ну это у каждого, наверное, были свои истории, вот о пользе не в том, что не говоря о падениях, да, да, ты научился виртуозно ездить, научился там на заднем лесе, научился без рук, там, стоя на раме, а то, а его фантазии хватало, но пацаны приобретали технические навыки, что было очень полезно, потому что вот, например, была большая, длинная, асфальт перед ней, и вот там раскладывались эти велосипеды, и все из нас уже потом знали, там, разобрать педальный узел, промыть бензин, и смазать солидолом подшипник, безусловно, это очень важно для мальчиков, подтянуть цепь, выправить восьмерку, вот я и сейчас, в принципе, умею, вот полностью оспицевать лесу, не возьмусь, а вот восьмерку поправить или что-то, то есть это было интересно, то есть ты и делаешь чего-то, и в то же время, вот ты представляешь, потом это очень помогло при переходе на другой вид транспорта, и на мотоциклы, на машины, то есть ты не боялся, не стеснялся, не боялся держать гаечный ключ, и то, что руки твои измазаны машинным маслом, там, и чего-то, или солидолом, да, и поэтому считалось престижным, вот были это, а как с запчастями, кстати, было делать велосипедными, я вот прекрасно помню, в детстве постоянно была проблема найти подшипники, что найти? подшипники найти, поменять, нет, запчасти продавались, у нас самый ближний магазин был, спорттовары, вот, которые сейчас есть, на Октябрьс, они там, 72, вот там спорттовары, там был огромный отдел запчастей, велосипедных, там было все, и стоило это, можно было, и ведь тогда, ведь там престижно считалось, да, твой велосипед не скрипит, не ржавый, а протертый, все, вот перевернешь его, раскрутишь, и все сидят, и смотрят, лесо твое не вихляется, и оно вертится, и вертится, там, пять минут выпек леса, вот этот уважаемый человек, ты можешь следить за тем, техникой. А украшать велосипед там, всевозможные свето-возвращатели, отражатели, что-то привязывать. У нас особо не было принято, а вот потом уже стали заматывать спицы проволок, когда не было специального тюнинга, заматывать спицы проволок. Когда крутится, красиво же какой-то рисунок создается, да? Потом, и это были пластмассовые инструкторы стали появляться, вот эти вот пластины из инструкторов, которые вставляют между спицами, и это эти атофоты, отражения, специальных наворотов не было. Вот тот делал позднее, после нас и бахрому на сиденье, и бахрому на руль, вот эти вот, но это уже, а да, там хиппи начались, а да, вот это индейцы, бахрома всюду-всюду, то уже следующее за нами, Леонид, уже украшало свои вели, а у нас вот считался эластический, хорошо отрегулированный аппарат, чтобы вот после школьника у меня был вот большой, наверное, советский все-таки велосипед, мой дядя работал в райцентре, вот, и летом я поехал, они улыбался на этом велосипеде, а у них лежал он без дела, и вот они мне его отдали, и из села Нема я ехал на автобусе, на пазиках, это было шесть часов, был я шестиклассник, и я стоял на задней площадке, и вот шесть часов стоя, порядка 150 километров, по-моему, потряс ей дороги, я держал свой велосипед, и привез его в Иров сюда. Были довольны очень? Ну, на нем я совершил подвиг первый, то есть был 72-й год, были август 72-го, были торфяные пожары, город был в дыму, и впервые у нас запретили выезд из города, что посты ГАИ, и нельзя выезжать. А мне стало интересно, это не выпускают, а что там, шлагбаум или что-то, я поехал, я доехал до Разверт, и на Мааре, ну, стоит ГАИшная машина, я спокойно проехал в сторону, туда, в сторону Порошина, на меня ноль внимания, я развернулся, машин нету вообще, проехал обратно, на меня снова эти ГАИши, и не смотрят. Я опять поехал, а мне надоело разворачиваться, а я поехал, и поехал, и поехал, и поехал, и доехал до Зонихи. Вот говорят, что там сегодня, в начале передачи вспоминали эти, в 908 году доехали до Слободского, вот я доехал до Зонихи, и свернул на обочину, упал в траву, рядом с велосипедом, и с ужасом стал думать, куда я забрался ехать обратно. Ну, обратно доехал уже на заходе Солнца, посмотрел эти красивые пейзажи, ой, ну, потом на неделю, наверное, у меня всяческое желание кататься. Это же как голодный, злой, жажда. Ну, тогда по тем временам, это все это не так сказывалось, там была одна цель, не так ощущалось. Была одна цель у будущего комсомольца, добраться до дома, а чувство голода, холода там, и прочих потребностей, оно отошло на второй план, доехал. Вот, номера надо было иметь, но... Номера это какие годы? Велосипедные были, 60-е, даже 70-е. Номерок был такой примерно 5 на 8 сантиметров, черного цвета, и на нем были две буквы вверху, ГЧ, например, а внизу номер 32. ГЧ это что? Просто вот сейчас ТТ, и прочее. Случайные числа. И надо было, ГАИ было уже на Энгельса тогда, надо было получать, я однажды пытался, но почему-то вот у нас, когда было мало машин, в ГАИ были ДИА очереди, там, на регистрацию, на получение номеров, когда машин стало много, очереди все равно стали ДИА, а достало совсем много, то наконец-то сейчас что-то сделали, что очереди нет, и тогда я пришел. А номера, кстати, мог только совершеннолетний получить на велосипед? Да нет, там, по-моему, на велосипеде с 14 лет можно было ездить, и все. Ну вот, а это уже все с определенного возраста считалось, велосипед такой, ну, отходил на второй план, а актуальны были только спортивные велосипеды, и вот тут мы подходим... Вот минута у нас только осталась. Что же такое спортивный велосипед? Спортивные, это велосипеды с тремя правил или пятью передачами, делали Харис и Завод, был спортивный у нас настоящий на труп, это старт шоссе, был попроще спорт, отличный велосипед уже на шинах труб, и этот труб без шины, шиной, а мера в одном, они кололись, конечно, все. Вот это был герой двора, спортивный велосипед, вот у меня перед армией был этот старт шоссе с рогами, бараньями рогами. Да, вот эти, да. Посадка иная уже. Да, вот сейчас вот подобное. Есть был попроще турист и совсем простой, с задними передачами, без передач на педали, спутник такой, стоил он 98 рублей. Ух, зарплата целая. Доставился он после армии, вот это было уже, их тогда называли гоночные там велосипеды или спортивные, вот это было очень престижно, участвовать в школе в советские годы, иметь такой спортивный. И прям по скорости они обычные велосипеды так прилично, да? Да, было, обгоняли. Конечно, было ездить легче, он сам и весил легко, рама была, они сейчас ценятся, вот и рама старше сцены, подлежат тюнингу, вот, и рамы эти уже на уровне велосипедов, которые стоят несколько тысяч долларов, вот они исполнены были, то есть с надежностью, с геометрией правильной, и все. Вот, а потом уже, конечно, сохраняли, вот, все студенчество, то-то и всю жизнь. Вот, я помню, что ездил я еще и, работая уже в газете, потому что редактор наш, известный, скажем так, демократ, он обожал велосипед, на банальном Урале ездил, вот, и он снова подверг не только меня, но и прочих, и даже, вот, я видел, например, у нас известный, известный, иный режиссер Дахмац ездил на работу, на телевидение, на велосипеде, на дамс-велосипеде, в лютый дождь, в этом, в полиэтиленовом, эти, на все тело одеты, так что велосипеды, это на всю жизнь, рекомендую, вот, уже солнце на улице, так что все на колеса, и все выезжать. Ну, вот так, благодаря Евгению Питунину, мы кое-что вспомнили, да, из истории появления велосипедов в нашем городе. Чуточку не успели, ну ладно, дальше продолжим. Я думаю, наберем материал, и в ближайшее время, как-то еще возможно вспомним. Так что, у кого еще и ноги шрелятся, доставать велосипеды из запасников, старые советские, и вы получите удовольствие в любом возрасте. Спасибо, спасибо, всего доброго, завершаем на этом, на этом программу сделанной Вяткин, до свидания. Сделано в Вятке